Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на очередное обновление в Антёрной 3.0. И как вы видите, Нельсон продолжает радовать игроков, и был добавлен различный водный транспорт. И сейчас мы всё с вами разберём по порядку. Итак, для начала мы посмотрим на вот такую вот лодку, вот такой вот катер. ID у него 97, и заспавнить его вы также можете, как и любой другой транспорт. То есть так же, как и самолёты, так же, как и автомобили. Но, естественно, вам нужно будет подойти к воде. Итак, давайте попробуем поплавать. Вот такие вот идут пузырьки. Эта лодка представлена только в одном цвете, вот таком вот коричнево-оранжевом. Я не знаю, как обозвать этот цвет. И здесь всего лишь 4 места. Ну и давайте попробуем разогнаться. Итак, максимально я разогнался до 53 км в час. Лодка не сильно подпрыгивает, управлять ей приятно. И сделана она довольно добротно, хоть и мало деталей. Но на этом водный транспорт не заканчивается. Дело в том, что в этом обновлении были добавлены также гидроциклы. Они представлены уже в 8 цветах. Вот видите, они все разноцветные. И айди их начинаются с 98 и заканчиваются с 105. Гидроциклы одноместные, к сожалению. Вот так они выглядят со всех сторон. И давайте снова поплаваем. Посмотрим, до какой степени разгоняется уже гидроцикл. Разогнать его я смог до 53 км в час. Все, водный транспорт у нас закончился. Хоть его и немного, но тем не менее, наконец-то добавили лодки. Так что мы перейдем, так сказать, к гибридам. Дело в том, что APC, вы, наверное, помните такой бронетранспортер, который уже был добавлен в игру, теперь можно на нем плавать. Давайте я продемонстрирую. Вот так вот въезжаем в воду, всплываем и можем спокойно передвигаться по воде. И, наконец, последнее, что добавлено было в этом обновлении, это новый самолет. Вот так он выглядит. Айди у него 96. И, как вы, наверное, уже догадались, его можно сажать на воду. Давайте попробуем это сделать. Так, ну, во-первых, посмотрим, сколько в нем мест. А в нем всего лишь два места. Теперь взлетим, давайте. Так, включим камеру от первого лица. И попробуем сесть на воду. Так, взлететь кое-как получилось. Главное сейчас не врезаться снова в край карты. Ну и давайте сразу попробуем сесть. Попробую сделать это аккуратненько. Вот так вот. Так, еще ниже. Вроде получается. Да, вот так вот, без особых проблем, мне удалось посадить его на воду. Теперь мы можем также передвигаться по воде и уже взлетать. Также хочу отметить, что в настройках управления теперь добавили возможность изменить клавиши полета. То есть теперь вы можете назначить клавиши управления полетом абсолютно по своему желанию. Вот такое вот обновление, а на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...